Уже завтра в школьной столовой выстроится очередь из школьников, желающих перекусить между занятиями. А пока идет подготовка. Арендаторы закупают продукты, докупают столы и стулья. По словам администратора этой шимкенской столовой, школьников они кормят только здоровой пищей. В нашей школе нет реализации газированных напитков, сладких, сладостей всяких, шоколадок. Мы исключаем. Сейчас весь мир переходит на правильное питание, поэтому у нас только свежая выпечка и горячее питание. Газированные напитки чем заменяете? Компоты, булочки кушают. Решение перейти на здоровое питание было принято после опроса учеников и родителей, говорит директор шимкенской школы. Дети вначале реагировали на запрет остро. Многие не хотели расставаться с привычным фастфудом. После школьникам полюбилась здоровая еда. В прошлом учебном году наша школа перешла на правильное питание. Мы также создали комиссию, которая контролирует еду в нашей столовой. В числе проверяющих есть родители и наши учителя. Учитывая предпочтение детей, обновили меню, потому что многие дети вначале не хотели есть ту же самую кашу. Сейчас детям нравится еда. Мы не продаем в бафете газировку или сомнительные сладости. По данным санэпидемиологов, в школах категорически запрещено продавать шоколад, фастфуд, салаты с майонезом, газированные напитки, чипсы, жареное, молочные изделия собственного производства и торты с кремом. Сотрудники санслужбы не могут нагрянуть с проверкой в школьные столовые из-за моратория на проверку бизнеса. Специалисты советуют родителям объяснять детям о вреде неправильного питания. Если вы родители увидели или если вам дети рассказывают о том, что данная продукция реализовывается в школе, то, конечно же, нужно обязательно обратиться к директору школы, который является руководителем данного объекта. Потому что за качеством питания обязательно контролируется, должно контролироваться брокеражная комиссия. А брокеражная комиссия, она создается руководителем, по приказу руководителя объекта образования. Любопытно, но запрет на определенные продукты большинство родителей школьников не поддерживают. Собственно, как и сами ученики, они с удовольствием покупают вредную еду, причем торгуют ей, по словам школьников, в столовых. Я ем в школе сосиску, в тесте, пиццу и разные сладости, но газировку у нас не продают. Ну, если у них холодильник есть, чтобы не испортился, можно продавать. Это же не сигарет, не водка же. Если ребенок хочет есть сладости и жареные, то пусть ест. Но все же считай, что все должны подчиняться правилам. Если запретили, то нельзя продавать. Список запрещенных продуктов для школьных столовых Минздрав представил еще в 2018 году. В него попали продукты, в состав которых входят искусственные красители, консерванты, ароматизаторы и усилители вкуса. Куркем Сибалиева, Мандель Беков, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании ОТРАР.